Образование по последнему слову науки и техники. В четверг губернатор Павел Коньков посетил частный детский сад Вундеркинд. Это дошкольное учреждение работает с 2009 года. С 2013 известны своими развивающими программами для детей вплоть до школьного возраста. В летний период этот детский сад еще и играет роль реализатора программ социализации для детей дошкольного и школьного возраста в летний период. То есть практически все помещения этого дошкольного учреждения работают на то, чтобы создать творческую, креативную зону развития для детей. Вундеркинд учреждение технически продвинутое. Всего в детском саду 80 детей на попечении 52 сотрудников, больше половины которых высококвалифицированные педагоги, психологи и логопеды. Дополнительные занятия по иностранному языку, конструированию, развитию речи и творчества ежемесячно посещают более 600 детей. С точки зрения получения финансов из бюджетов, он на общих основаниях с другими нашими муниципальными детскими садами получает соответствующую помощь из бюджета города. Родители сегодня имеют возможность получить от города компенсацию. Я имею в виду родители, которые дают своих детей в частные детские сады. Учитывая, что будем помочь в этом плане, специально выделены деньги городу. Средняя плата за посещение частных детских садов – около 10 тысяч рублей в месяц. Компенсации за расходы могут достигать 90%, однако рассчитывать на них могут далеко не все. Такие привилегии доступны только работникам социальной сферы и сферы образования. При всем этом число частных садов и развивающих центров для детей растет. В городе их уже 23. Образовательные программы становятся все более разнообразными. Например, Вундеркинда планирует открыть свой логопедический детский сад. Мы, опять же, исходим из спроса клиентов. У нас очень много детей, которые говорят не очень хорошо, либо не говорят вообще, но которым, в свою очередь, не хочется идти в коррекционные группы в муниципальные детские сады. Сейчас пробный пилотный проект мы будем набирать в этом центре. Это будет группа для детей с 3 до 5 лет. То есть те, которые еще не попадают в логопедические группы, но этот период пропускать нельзя. Проект был представлен на областном конкурсе по развитию вариативных форм дошкольного образования. Грант губернатора составляет 500 тысяч. Итоги подведут уже в эту пятницу. И Вундеркинды рассчитывают на успех. При любых обстоятельствах логопедический сад планируют открыть в сентябре этого года. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.